Привет зритель! Я сначала думала поесть, потом записать обзор один, а сейчас вдруг подумала, что можно же поесть и кое-что попробовать на камеру, а потом уже записать обзор. Я как бы, ну, мое лето может уже час как после душа, у меня очки все равно почему-то мокрые и мне темно есть. Я, представляете, ну как, я когда посуду частично мыла и суп тут, значит, отгрела, что-то у меня глаза как-то больше хотят пока вот к этим очкам, хотя вот сейчас, ну, короче, у них как-то получше видно на полдиок-три. Я включила свет, потому что мне было не очень видно, что там, как суп кипит, не кипит. Так вот, мне темно есть, совсем темно я не вижу эту... Я боюсь мимо, да, ложку пронести, если свет выключу, то будет совсем темно, но на самом деле будет не совсем темно, будет, может, чуть темнее. В общем, у меня тут грибной суп, я его уже тут ела. У меня тут салатик, два яичка покупных, корыных. Зеленый горошек я как-то тут купила, чтобы в суп кинуть немножко, у меня там еще почти две-три банки. Хаоренсу, укроп, кефир, козье место, сметаны, потому что сметану я опять забыла купить, когда вчера везде бегала, ну, не везде, но конкретно бегала, и соль. Хаоренсу, ну, это этот, шпинат. Я почему-то стабильно вспоминаю, как он по-японски, но не помню, как он по-русски. И у меня тут пару кусков яйца, хотя и так получала. С коммуниздила пока, тут то резала, другое мыло. Вот это курица. В общем, ты-то телегу не читаешь, хочется сказать. Ну, как бы у меня там 95 человеков, а на канале 6600 с чем-то. У вас всех. Так вот, для тех, кто телегу-то не читает, а если читает, пусть не до конца врубился. Я заказала себе балконный блок. Оно уже выход на балкон. Короче, пластик, окно и дверь на замену. Вчера. 33 750% предоплата, 17 несла, 16 700 еще выносить через 3 недели где-то. Ну, где-то вот как раз. Через 3 недели, точнее, там привезут, сделают этот пластик. Позвонят предварительно, то есть все. Ну, это как раз я пенсию свою 12 июля получил. И большую часть пенсии отдам. Ну, заказала я в итоге. Ну, как бы это первое место, куда я забежала узнать, что почем. А те, к кому я сначала обратилась, не потом сначала, вот сначала, когда обратилась к тем, которые делали это окно. Это другая песня. Которая мне обратилась после того, как обратилась к тем, которые делали это окно. Они мне сначала одну цену сказали, что пройдет на предоплата. А потом внезапно какую-то очень странную. Ну, как бы вы можете подумать. Если вас все устроит, вы к нам приедете. Ну, думаю, окей. Я, конечно, позвонила в другое место. Мне через пару часов приехал замерчик. Через 15 минут мне позвонили, сказали сумму. Все это вместе с вывозом мусора. У тебя точно такой же супчик в мисочке. И ты его полчаса назад хомячила. И, короче говоря, я туда сгоняла. А мне потом позвонили к вечеру. Я вся такая уставшая, помирающая. Потому что сначала я что-то долго канитерилась вчера на кухне. А потом где-то около 4 в итоге смогла словить сон. А в 9, ну, у меня периодически каждый час будила кошка. А в 9 чем-то меня внезапно в такую грамоту разбудили. Товарищи из ТМК, которые сначала одну сумму сказали, потом другую. А потом они мне позвонили вечером. Уже другая девушка. Судя по голосу. Ну и как бы стали обсирать оппонентов. Название которых я им не сказала, а только сумму общую. Потому что меня спросили, насколько у них меньше. Нарязывать свои услуги и объяснять, почему они мне так, ну, дорого посчитали. И чего они решили за меня решить. Ну, знаете, лакарерки просто. Я заковала просто, короче, окно, которое не открывается, большое. Они называют это глухое окно. Одна подружка моя, называет это аквариум. Я уж не знаю, как правильно называется. Короче, глухое окно, которое не открывается. И дверь. Я сначала мне что-то говорила, что вот дверь, которая так же будет как окно открываться. Я подумала, у меня же есть вот эта дура. Так-то может она и прыгнет туда, а обратно как она будет запрыгивать, если такая щелочка. И я заказала просто дверь, которая вот как у моей тети такая же. Видимо, раньше делали именно только такие двери. Ну, просто открываются двери, и там гребёночка, что можно сделать, допустим, небольшую щелочку. Ну, всё. Предыдущая компания мне предложила отсобачить мой порожек. Раскорочить то, что там ремонт. Когда-то был сделан, ну, в смысле, вот этот бордюрчик, линолеум, отрезать это всё нахрен. Оставить одни кирпичи, и потом вы приложите туда какой-нибудь линолеум. Я думаю, нафига, если вы обязаны, по идее, пластиком это обделать. Ну, вот как вот здесь, да, как вот у меня у родственников, или там ещё у кого-то я видела. Короче, как обычно делают у людей. Мне говорят, нет, не будем пластиком это делать. Мы просто отсобачиваем ему порожек, думаю, что надо мне его отсобачивать. Или оставим как есть, но тоже не будем обрабатывать. А другой человек, который вот, где я сделала, заказал, короче, мне сказал, ну, говорит, там, пирожек оставить как есть или поднимать, я думаю, обалдеть. Разница в понимании окна. У меня оставить как есть. Мне правда сказали, вот, говорит, такая ямошка на балконе, ну, у меня же как шапенька вниз так идёт. Там так и требуется это всё уравнять, я думаю, это столько места у меня исчезнет на балконе. Ну, не, спасибо, мне не надо. Не устраивает, мне, говорю, так нравится, вот, пшук, и туда. У меня с ванной так же, пул немножко в ванной, чуть пониже, чем, допустим, уровень пула. В коридоре, в другой части квартиры, ну, в любой части квартиры. Ну, это был не конец. Перед тем, как мне позвонили из ТМК, с выносом мозга и с вопросом, собираюсь ли я у них это оформлять, борьба за клиентов. Одним клиенты нафиг не нужны, особенно те, которые, ну, как бы, предыдущие клиенты. Бывшие ранее клиентами. А другие клиенты готовы лапши на уши навешать, обосрать всех окружающих. И лишь бы это, ну, мне потолок приложили, натяжной, говорю, у меня уже есть потолок натяжной. Может, ещё чего-нибудь, я думаю, ну, блин, это вы как бы, изначально-то нормально бы клиентам относились, не говорили бы сначала одну сумму, потом другую. Я понимаю, если бы у них 50% предоплата была, я бы, в принципе, согласилась на ту сумму, что они мне предложили во второй момент, точнее, которая отличалась несколько раз так. Ну, почти на одну треть отличалась от той суммы, которая изначально была. Я вилочку навязать. И 50% предоплата, 50% это самое, потом, ну, как обычно все делают. Я бы согласилась, возможно. Но они же как бы, изначально, как бы, повели себя как-то странно. Ну, мы ладно, хрен с вами. Я ещё, когда позвонила вчера утром в окна и двери, спрашивала, ну, 100% предоплата, там они так офигели, типа, 50%. У всех, в принципе, 50%. Короче, я лежу, точнее, сижу, понимаешь, что мне хреново. Ну, что я не выспалась с утра ещё у меня, перед тем, как позвонили оттуда, у меня случилась мелкая судорога. Я положила под ногу колючий коврик, у меня всё прошло. Ну, как бы я не выспалась. Ну, и, думаю, сижу, понимаю, надо хоть чуть-чуть пролежать, хотя бы полчасика. А только пролегла звонок в дверь. Думаю, соседка, что ли, за деньгами, за уборку, за этот самый подъезд. Ну, мало ли, вдруг паренча пришла. На несколько дней. Ну, кто мне там, вам оповещение, я думаю, блин, вроде мне никаких этих... Пристовых посылок никто не посылал. Я вроде ничего такого с доставкой, с оповещением не заказывала, думаю, мало ли что. В дверь так вылетело. Мне говорят, мы проводим от какого-то, от завода, от какого, не знаю. А, сначала мне тыщет в фейс своим паспортом молодой человек, а может старый, потому что в подъезде было темновасто, а свет он не удосужился включить, а я в очках. Ну, все очкарики сразу всё видят. Учитывая, что я такая слегка немножко охреневшая была с этого всего, удивил, я думаю. Он полторы минуты, наверное, тормозил, или даже вообще полсекунды. Человека зовут Василий. И вот этот Васенька. От какого-то завода не ведал вам. Проводил статистику по нашему району. В общем, хотел посмотреть, как у меня внутри карты, чтобы эта статистика у него сработала. Надо ли сделать какой-нибудь ремонт. Ну, знаете, как это, раньше ходили такие, с кучей всякого барахла, по большей части ненужного. Сначала мы вам подарим подарок, а потом дайте нам за него деньги. Сначала мне, как бы, это, давно ли вы делали ремонт? Я говорю, как купили четыре года назад эту квартиру, так и сделали. А что там про окна? Я говорю, одну пластиковую, а другую вот сегодня заказала. О, вы должны были заказать у нас фирма No Name. Мы бы вам предоставили скидку. Я думаю, да скидки все, в принципе, предоставляют. Но большей части эти скидки только на словах. Что и конторе мне тоже предлагали скидки, сказали, что мы всем делаем скидки. Вопрос. Цена такая. Наверное, за счет скидки. На 30% больше, чем должна была быть. Надо решить тогда идти по того, что. А может, вам что-то надо сделать? Я говорю, ничего не надо делать. Сначала мне было сказано, что мы предоставим вам скидки. А сначала было сказано, что мы вам сделаем ремонт. Это было бесплатно. Потом мы предоставим вам скидки. Потом мы бы вам выделили материалы. Ну, соответственно, вы бы наоборот платили денег, и мы бы вам сделали. Это ремонт. Но чтобы это все узнать, мне надо зайти в вашу квартиру. Я думаю, человек правильнее пускать в квартиру хрен знает того. Только потому, что этот хрен знает кто показал паспорт, но ничего конкретно не сказал. Паспорт-то я могу показать, в принципе. Ну, бывает такой момент, когда человек вам что-то нервничает и шуткует. Типа, ну, я похож на паспорте. Я думаю, тут так темно, что я согласна, что ты похож, потому что я как бы твое лицо не вижу. Темно. Но на паспорте более-менее видно какую-то плотку. Я даже не помню, в кепке он был, не в кепке. Ну, что-то у него на голове вроде было. Но не суть. Это вообще от балды салатика. Я хотела в кукпете посмотреть что-нибудь, но я забила в пояс по ингредиентам, и тут у меня в кукпет снова вылетел. Что-то у них не того, не дописано в приложении, бак какой-то. Рецептик нормально тут запастила. Я туда что-то редко стала пастить. Раньше писала по большей части, о, надо раз в неделю что-то написать. Или какой-то конкурс, вот надо раз в день что-то написать. Хоть что-то. А сейчас только очень сильно под настроением. Ну, деревня как-то и хотела, но у меня как бы интернет там в разных местах, и что-то кукпет не грузился, я приняла ему в городе как-нибудь делать. Так вот, квартиру я человека не пустила. Человек стал нервничать, завид на мозги. Ну, как обычно, знаете, люди вот нормальные бывают. И вот эти мне позвонили тогда. Тоже повыгандрюш. Мы с вами вообще-то договаривались. Вроде бы как договорились на понедельник, что я к вам прикинула, заделал замер, что такое я думала, мы с вами не договаривались. Мне вообще русским по-белому сказали, что вы что думаете, мы к вам завтра придем и выжарать как бы рабочий день? Не раньше понедельника, и то не факт. Ну, и потом я до вас пыталась дозвониться, думаю, один раз звонок сбросил, это не значит пытался дозвониться. Я так бы сказала, извините, но типа замерная она уже не надо. Извините, я закрутила договор с другими. Там все сказали, ладно, все нормально. А тут сказала, извините, закрутила договор с другими. И пошло на мозги капанье. Вот тут аналогичный случай. Только вы ему, мне ничего не надо, а он вам что-нибудь предлагает. Ну, как бы я что-нибудь, я просто еще, наверное, не знаю, что мне что-то надо. От фирмы на луны. Ну, короче, человек перешел в хамство. Я сказала, что он, извиняя, стоя между дверями, ни туда, ни сюда не выходя. Ну, я там что-то записал. Сказал, что для статистики ему уверенно ходить, заходить в каждую квартиру. Я думаю, такой момент. Ну, всякое может быть. Во-первых, человек вправе пускать, не пускать. Во-вторых, ситуацию в нашей стране, где цены выше головы. А на песок только недавно стали падать. Как-то сложно это поверить. Допустить мысль, что какой-то завод приюшит совершенно бесплатно сделать ремонт какому-то совершенно новому найму. Угу, сейчас. Просто я не знаю, по-моему, в области маски еще не отменили или отменили. Ну, короче, человек был в очень близком личном пространстве. Вообще очень близко. И без маски. Вот мне в Азон до сих пор пишут, хотя там снято уже табличко, что маску типа наносить. Что, возможно, за фото понадобится маска. Но это я уже чисто придираюсь насчет маски. Сама суть, что... Надо как-то уметь общаться с людьми. И преподнести себя так, что человек захочет пустить тебя в квартиру. И заходит... Даже если не пустить квартиру, то захочет принять твои услуги. Делать у тебя заказ. Я закрыла подбубление товарища дверь. Он пошел к соседям, у которых собака. У меня с трех сторон все собаки. Ну, которые вот за мной. Там мужчинка был, судя по голосу. И, видимо, его внутрь тоже пустили. Я только услышала, когда дверь закрывала, что типа надо же так, ну, как-то не дословно, но чуть такая, что надо же так подкралась недометно. Давайте я там собака где-нибудь подошла. После этого я решила немножко все-таки полежать. Вернуться в положение лежа. С кошкой. Наверное, надо где-то ложки так-так подцеплять. Теперь так желточком смешался. Стало все такое жильенькое. И вот где-то через полчаса только я вроде как тут подклималась. Мне позвонили учите, товарищи. День звонков. Ну и разница в том, как он обмерял, ну, снимал мерки с окна человек, где я заказала в итоге. И юнош из этого из того места, где мне предлагали отсобачить порожек и оставить голый кирпичик. зачем, непонятно. Я что хотела обозрить-то? У меня там отдельный чай, а еще и канчик. Дюканчик? Как мне этот, ну, не факт, что именно такой, потому что по размеру он на 150 грамм, все чуть поменьше были. с вайперис. 334 вроде рубля. Классический я канчик. как мне Никитос присылал. Я думала его попробовать. Я совершенно случайно на вайперис увидела Йоханн. В магазине 100 йен. Конечно, он стоит не 100 йен, получается. Такое, даже в переводе на русский. на рубли. Короче, на озон есть этот магазин. На вайперис. На озон большой набор 9 штук 360 грамм. Что-то около тысячи. Даже, может, чуть больше тысячи. Там есть на более две соленых фигнюшки, еще какие-то. Я хотела чисто я канчик. Я вот понимаю, как бы, да как доставлю. Я канчик, который, ну, как бы, он сладенький. Это вагаси. Традиционные рубонские сладости. Ну, и, короче говоря, я подумала, ну, что есть еще на озон? Что есть на вайперис? На вайперис чуть дешевле были вот этот набор 2900 с чем-то. А тут 334 рубля 150 грамм. Ну, короче, оно все равно, как бы вот так вот оно получается дешевле. Если даже вот поштуть набрать, вот там и вместе складывать. Короче, по себе стоимость оно выходит дешевле. Я решила заказать в итоге его плюс. Я просто хотела я канчик. У меня еще тут заваренный пуэрчик, который потом будет в обзоре. У меня просто в деревню был куплен пуэрчик. Ну, в смысле взял пуэрчик, который был куплен тут в Ашане еще. там 7 плиточек было, которые можно было поделить напополам. Я в чашке заваривала там. И подумала, что надо бы купить какой-нибудь платочек если год. По цене скажу уже, когда обзор буду пилить. Что я сейчас что-то не помню. Ну, той фирмы, у которой я уже много чего покупала, что-то было так себе что-то было, как у всех фирм такое же, что-то было очень даже хорошее. Хорош пырчик. Ну, такой, может 4-5 лет максимум. В общем, тут у нас было в пакетике, как ты понимаешь. Потом в пупырочке. А потом сам я канчик до 30 ноября 22-го года. Он, значит, 30 ноября 21-го года был днем того, что у нас месяца в срок годности. Пастила фруктовая с фасолью. Способ применения. Вскрыть упаковку, употребить белая фасоль, паста, мальтоза. А, это состав уже пошел. состав вода, агар, солод, сиропа, сахар, красная фасоль, белая фасоль, паста, мальтоза. Я просто подумала вскрыть упаковку, употребить, а там дальше еще что-нибудь будет. 284 калория на 100 грамм. Масса нет, а 150 грамм. Срок годности 12 месяцев. Годен до смотреть на упаковке. Производитель Юки Гуни или или Уки, да, Юки Гуни Агурико ЛТД Япония 143-3 Куя Харамачи Нумата Гумма 378-0005 Сан Нана Хачи Тире Рей 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 Го Я просто про Рей узнала вообще случайно из приложения, так у меня в других местах оно только 0 получалось. 0 это 0, а чисто японская это Рей Дяпан Нихон. Сделала в Нихонге импортер Владивосток. Ягантик, я еще его сфоткаю. Ягант. Йо У К К К К К К К О! Спасибо тем, кто смотрел рекламу моих видео. Спасибо Аминя, что стала моим спонсором не будучи в России. Спасибо Горбушкину, Пиньку и кому-то там еще, кто периодически поддерживал меня, когда еще в России была возможность поддерживать блогера на кнопку спонсировать. А еще, кстати, под моими видео есть кнопка сказать супер спасибо, там какой-то супер платный камень, то я пока их еще не получала, как они выглядят, я не знаю. Но если вы вне России, у вас есть возможность включить VPN, будучи в России и увидеть эту штуку, то я буду рада получить от вас супер спасибо. Мне только, что я впервые капнула, я даже не знала, что вот реально так быстро я сидела, мне немножко то напрягала, я сейчас это сфоткаю, сейчас короче, пока говорю, сфоткаю, я немножко напрягала, потому что, как все знают, даже я знаю теперь, узнаем где-то, кошка, не тряси головой, надо сфоткать, для отзыва в этот самый, и вообще, показать товарищу. Вдруг товарищ не смотрит хавчики на камеру, мне кажется, он такой не смотрит. Короче говоря, ну, Сбербанк я совершенно случайно узнала, зайдя где-то там за день, веч, с вечера зайдя в даже так, да, зайдя где-то дня за два, за три до уезда в деревню в AdSense, ну, на форум гугля, за AdSense, сопричающий, и узнала, что Сбербанк забанен, в смысле, попал под санкции, и вывод на Сбербанк зарплаты с Ютуба никак, и если он все еще стоит в этих самых, ну, короче, если не убрать Сбербанк из формы вывода денег ютубных, то можно получить блокировку временную аккаунта, и получить полноценное отключение монетизации. Думаю, спасибо тебе, товарищ, сами знаете кто, за то, что у нас такая ситуация теперь случилась, и за то, что я получила, не надо это жрать, оно несъедобное, в два раза меньше, чем могла бы, на несколько месяцев позже, чем изначально было. Ну, я, короче, подсуетилась, убрала этот самый, убрала вообще все, сначала хотела делать чек, почитала, что чек отменен за тех, которые, ну, за тех стран, где можно сделать банковский перевод, может, это будет видео полезно тем, кто также в такой же ситуации, как я, еще не успел дойти до 100 баксов, потому что мои 100 баксов обычно где-то 8-10 месяцев набираются, короче говоря, и, блин, оно тут даже как будто подтаяло, может, его в холодильник надо было сунуть, чуть-чуть так это, сейчас я вытащу, ну, короче, я убрала это все и смотрю там, какие банки типа еще не попали в пансанс и какие типа сотрудники, ну, могут принимать платежи в валюте через Google, узнаешь, что Тинькофф организует там карту какая-то, там супер карта супер бесплатная, там можно при оформлении заявки выбрать еще и валюту в долларах, значит убираю валюту в долларах, мне за чуть меньше месяца так и не активировали этот счет в долларах, на карту я в итоге, ну, как бы я ее протестила, пару раз закинула туда 100 рублей, пару раз закинула по 50 рублей на Билайн, чисто так теста ради, а потом заблочила, потому что поняла, что она мне, ну, как бы мне сама эта карта не нужна, если там нет банковского, долларового счета, кусочек куда-то упал, надо отрезать, тут, кстати, фасолинки попадаются, мне подобный присылал Никитос, чтобы он был в разу меньше, надо отрезать, а то сожжу ведь весь, а мне ведь теперь из-за того, что я заказала окну, надо, в принципе, экономить, он липнет, а этот, может, как будет, ну, короче, я сначала несколько раз приносила эту доставку этой карты, меня еще смущал момент, что я какому-то ноунейму должна дать фотоаппарат твой паспорт при получении этой карты, когда я данный паспорт увела в приложение, когда оформляла эту карту, липко, ну, я заблочила эту карту, думаю, пошли выдачу, и в день, в ночь, когда я ехала в деревню, вставала в 6 утра, и в итоге спала только 20 замок, потому что я что-то уснуть не могла, и в итоге пока уснуть не могла, ну, делала там эту рапиду. Моя, видимо, хрен знает, с какого года была еще регистрация на рапиде, когда-то я ее, когда со мной братья-украинцы, потому что ЭР что-то там принадлежала именно этим товарищам, без моего ведома разорвали контракт, которые были моей партнеркой, я снова вернулась к ютубу. Я сначала хотела делать на рапиду вывод сет, но тогда было очень геморно, и рапиду выкупала в киви, и в киви я сделала, даже был, даже с центра этого киви, идентификацию, отдав им 150 рублей, но оказалось, что на киви идентификация на рапиду не распространяется, как-то там все очень странно было, это все делало, это сырашка, ну, и, короче, я оформила вывод на сбербанковский счет, долларовый. А я тут смотрю на техподдержки от Сенс советуют серапиду. А внезапно, когда я уже несколько дней была, как я заблочила эту карту, Тинька, которую так и не получила, ну, как бы, вариацию счета мне там не активировали, обалденная штука, я на тебя год уже не ела, такая, как давно я тебя не ела и канчик, ну, я как-нибудь делаю сама и канчик, зрители, если ты слабонервный, отвернись, а если нет, я не могу, у меня пальцы липкие, ко мне кошка пришла. И вообще, раньше чай, прежде чем, ну, на момент, надо ли его разбавлять, проверяла пальцами. Потом я встретила, не помню, кого же, какого-то человека, который делал то же самое. хорошее. Короче, я, значит, ну, восстановила доступ, вход на Рапиду, по образу и подобию, а там написано, типа, мы теперь сами по себе, хоть мы вроде как запчасть Киви, но мы не кошелек, теперь идентификацию не надо делать, если хотите, чтобы вам никаких претензий не было, просто по собственному желанию можете оставить там какие-то паспортные данные. я по собственному желанию оставила эти паспортные данные. Оставила, оформила этот, сначала неправильно сделала шаблон, потом почитала на форуме инструкцию по применению, причем сам Google идет, ну, как бы дает эту инструкцию по применению. Рапида чисто для пользователей из России. Ну, и оформила уже правильно эту штуку. и со вчерашнего дня у меня где-то там в 12 часов оно висело, как платеж обрабатывается, и сейчас вот практически в прямом эфире покажу, на камеру мне приходят уведомления, одно то, что Озон доставил заказ, а другое то, что вот на кошелек поступила монетка. Ну, конечно, курс у нас сейчас такой этот сказочный, я не знаю, какой вообще курс, но мне пришло, оно идет как пополнение от Киви. Так, надо бы зайти теперь на него. А, в принципе, неплохой курс, я сначала огляделась, мне куэлл 52 рубля этот, а сейчас 55, короче, 55, видимо, этот курс долларов. Мне пришлось от Киви 5520 рублей и 5 копеек. Ну, я примерно рассчитывала, что где-то 5000 будет, потому что, ну, я думала, опять тысяч мне с Ютуба капнет, 2000 у меня лежит и мне надо будет еще около 10 тысяч взять с пенсии, чтобы отдать за вторую часть окна. Какое часть? Моя зарплата с Ютуба. Короче, ну, там кто писал, что этот плачежный период же у Ютуба с 21 по 26 число каждого месяца, ну, то есть, к этому моменту 100 баксов накопала, кто писал, что 26 пришло, там, читала в начале июня, когда в деревню ехала на автобусе, пока была еще сеть. Да, потому что она сначала есть, а потом ее уже нет. Короче, я один ножиком порезала, убрала, другой ножик снорю, да, где у меня на конце тут остатки отрезанного яичка, на середине рюшничок. Короче, то, что писала, считала, что там кому-то в конце, ну, в мае, в конце мая все-таки пришла эта выплата на Рапиду, поэтому, если мая пришла, то, может быть, все-таки придет в июне. Ну, я читала и потом, значит, узнаю, что Тинькофф выдает, 3% суммы, он берет процент, и хорошо, если он берет процент, а не кто-то еще там какой-нибудь банкометит возьмет процент. Короче, не менее 200 условных единиц, и написана расшифровка, ну, как бы, для обычных ключей, чтобы понимали, если вы получаете, допустим, 100 долларов, или меньше 200 долларов, то все эти доллары себе возьмут. Тинькофф, а вы получите кучисть, от этого вот за редиски. А что, что я сделала рапиду? Ну, и там до 20-го числа, вот до 19-го включительно, каждого месяца еще можно поменять этот счет, куда выпал ты. 20-го уже нельзя. Ну, и вот с 21-го в 12-го у меня появилась вот эта вот надпись. Я не удержала, помирала в очередной раз, потому что вчера купила 5 маленьких пончиков, которые вот, ну, такие у меня бабушка делала. Не те пончики, в которых внутри какая-то начинка, а просто пончики, которые с сахарной пудрой потом обсыпаются, а перед этим жарятся в масле. А у меня не зажаренное масло, я такие пончики делала, у меня бабушка их ела, наверное, мне кажется, не 10 лет назад, если не 15. Ну, иногда же хочется. Те товарищи, у которых я делала заказ, они как раз в Шериде и находятся. Я думаю, в Шериде по-яриске что-то такое вкусно вот это. Бывает, когда у сестры еще там был магазин и недолго но работала, то на обед я ходила что-то покупала дома. Ну, я зайти может что-нибудь такое глянуть с нутончиками. По 6,90 за штучку, штучки 45 грамм. Я их разделила на, ну, как бы на обед, потом на ужин. Я еще помираю, у меня желудок бунтует, потому что я жареное масло ела, хоть они вот такие вот. при другое что-то пишут, жалуются на работу. Я ей жалуюсь на это. Она мне говорит, сожри, две таблетки панкреатина за 20 минут до еды, если ты еще можешь есть. Я говорю, я еще вообще ничего не ела. Я забыла совершенно, что панкреатин в этом случае реально помогает. блин, мне кажется, еще смесь этот яганчик сожру. Я ж хотела его чисто на камеру, я че начала писать хапчик на камеру. Я думаю, буду пить чай, откушу кусочек, покажу зрителю, что это дофига вкусно. Ну и это. Я ставлю, а я так соскучилась по яганчику. Я вчера, значит, 10 вечера хочу лечь спать. Сажусь, ну, как бы, что-то перед этим прогулялась, она еще пришла. Сейчас немножко чаю глотну с пончиком там на ночь там. Сижу, и она ко мне припелась, мы с ней сидели целый час. Я сижу, что понимаешь, что засыпаю. Что уже нахрен почти 11. Пытаюсь встать, она меня вцепляет зубами и коктейли. Сидите поеду, я сейчас смотрю, уже у вас, мол, 12-ой кошка, я не могу, я засыпаю. Сняла ее аккуратно. Сейчас она опять на мне сидит. Ой, я же могу вот так на речею. Но, несмотря на то, что я, типа, тут дофига экономлю, я заказала нам все на двоих 500 грамм, но под 310 с чем-то получается. Короче, за 630 рублей заказала 500 грамм. бразильского ореха. Еще одну штуку, которую я себе хотела заказать как раз, когда я получу выплату с YouTube. Я тогда еще не планировала, что я сделаю окно, ну, закажу этот балкон, и я не думала, что он выйдет больше, чем я думала. Ну, вообще, как-то, не думала, что вот так получится. и потом я подумала, что если чего-то очень хочется, с учетом, что у меня есть, как бы, мясо. Ну, там, на картошку, там, на суп, я на скребу, денег, для хлеба, на молоко. Что можно купить? За 245 рублей просто у меня так получилось. Там можно было, а за счетом было платить, было бы дешевле. А я когда переводила по системе быстрых потяжей через Бирбанк на счеты, вы вложки поделы, что ли? Ладно, потом выскребу. Там кусочки есть. На мне сидит вот эта глыба. А отсюда-то, может, не видно, но она на мне сидит. Короче, этот, у меня почему-то автоматом прописано, что если перевод по системе быстрых платежей по номеру телефона, ну, по моему номеру телефона, то стоит кайта в зону. Я думала, чтобы выбрать счет в зону, надо вручную забивать там и выбирать. Ну, короче говоря, я что-то на автомате перевела определенную сумму. думала, что на счет луна получилось на кортозу. Докинула туда 27-то рублей и оплатила себе инжирную пасту. Еще один закат доставлю. Ну, вот два должны доставить чуть позже, а два уже пришли. Можно будет перед садом доехать на ними. Короче, там 230 грамм 245 рублей. Фирма на машинках я у них как-то брала виноградный сироп, но он такой, как водичка был, я как-то не впечатлила. А тут отзывы хорошие, я видела на Вайберис, но он там чуть подороже. И внезапно на зону едет 230 грамм, 450 грамм и 800 грамм. Чисто попробовать. Да, пищеварение хорошее, я что-то давно инжир не покупала. И он там чисто вот эта мякоть сушеная вещь этих шкурок. А я вот решилась его доказать. Йоканчик. Ладно. Теперь я знаю, что можно купить действительно яйфан. Не делал на Японии. Как для своих. Нет, просто есть куча всяких ваших потребок, которые есть в любой другой стране, в том числе и в Японии. И оно делается с кучей всякой хрени. Вообще в этих японских боксах конфетах кошка не могу на гола попавать. И чай в этом уже не поможет. У них нету Якана. У них есть вот эта химическая моти, которая где от моти одно название. Я сама как ничего сделать от моти. Кусочек я все-таки оставлю. Перееду из сада и доханяю. Это просто потому, что меня вроде как уже больше не влияет. я буду приходить. там в этом магазине есть еще японские чаи, но там какая-то ну супер заоблачная цена, мне кажется, это вот уже как-то перебор. Сам пакетик там на 70 грамм. Не, будь у меня допустим финансов побольше, может меня бы не смущало, что от 400 рублей до 1000 за 70 грамм чая на финансах у меня не настолько много. мя цуман Дехи нери запятая мэру кукатта Деревня-то у меня нет такого интернета Чтобы слушать онлайн-уроки NHK World У меня это просто словесное приложение Учебник я что-то не взяла В этот раз, когда поедем Ну, как в пятницу собираются пчелом А я хочу жасмин собрать наш На полдня Ну и кое-что туда свести Чтобы потом только с кошкой И минимальным набором вещей Продуктов ехать А тут написано, как его открывать Вот так же было с той упаковкой Последней, которая была от Никитоса Я только в одной В последний момент у одной я открыла так, как написано открывать А все остальные я открывала так, как открывала Да, если вот за эту фигню потянуть То открывается нормально И все будет нестяк Мы с вами ели йокан Ну, в итоге ели, а я ела Хотя, может, вы вдохновитесь и тоже поедите Я даже сейчас артикул прочитаю Так Так Досвали Грузить животное У меня здесь снова два телефона Ну, в смысле, у меня как бы с четверга два телефона с прошлого Но только вчера вечером вставила Сынка Покупка Сейчас он 352 Артикул 87056174 Национальное японское лакомство Так, надо им написать отзыв А то у них не было ни одного отзыва Маленький кусочек Остался маленький кусочек Досвали Спасибо. Обалденная, но вкусная штука, записала Лея. Фиг ли, а то тут ни одного отзыва. Пять покупок. Вместе с моей. А отзыва ни одного. А нет, купили менее пяти раз. Может, а, что-то у меня такое ощущение, что кроме меня это никто еще не покупал. Потому что когда я заказывала, по-моему, то вообще как-то не было никого, кто это купил. Чай, короче, неплохой. Так, а, пришла фиговина, которую родственники в России. И пришел Кайлашик. Там что-то была на него скидка, а у меня полботенка осталось. Я думаю, купить Калашику и везти в деревню, чтобы он там лежал на весь сезон. Чтобы не таскать один, чтобы здесь был, а другой там. Ну, я думаю, что это фиговинки только на одну эту заварку. Там, скорее всего, уже будет нечего заваривать. Ну, хоть какой-то. Так-то он, ну, приличненький такой выглядел. Хорошая штучка. Ну, правда, тут размер чайника такой уж, что... Там, наверное, именно так, наверное, и должно быть. А вот если бы на маленький чайник, я бы что-то не пошла за маленьким чайником из лисинской глины. Там бы на подольше хватило и на побольше пролива. Ее кантик. Фух. У меня тут есть еще коржик из какой-то пекарни. Но я уже наелся. А, вот где моя тряпочка за протирание очков. Так, кстати, да, я еще... Так как это у меня был хоть и обед, но завтра, надо слопать... А, не то. Это самое пайлише, которое надо слопать... Ой. Извините. Громко шарахнула. Орешек. Паразельский. Это почему в пакетике я их брала в деревню. Светель хочет, чтобы у тебя холестерин стал меньше. Копыта на руках и ногах стали лучше. Волосы хорошо росли. Хочется сказать зубы, чтобы стали крепкими и здоровыми, говорит человеку, у которого 27 зубов и 23 из них молочные. Чтоб твой органин питался витаминами. Но при этом ты не хочешь есть таблетки. Купи себе бразильские орехи. Максимально по две штуки в сутки. Выгоднее покупать за форматы 400-500 или килограмм. Я, кстати, хотела купить килограмм, когда, думаю, получу деньги с ютубной, вот эту ютубную зарплату. Ну, килограмм я, наверное, уже себе докажу. После того, как вставлю окно, я дам за него. Денежки в конца лета. Я тут конкретин не люблю. Я тут это, конкретин не люблю. хотя он даже мне кажется постарее чем 5 лет у него такой вот вкус глубокий не земляной кефир надо убрать я им там замахливала все, спасибо тебе, зрители, за компанию надеюсь, ты со мной пахал узнал что-то новое захотел заказать теканчик захотел пожрать орехов захотел просто пожрать и пожрал пока